Все мусульмане умрут однажды. Почему ни одного мусульманина не будет жить на этой земле в будущем? Что произойдет перед концом света? Все мусульмане умрут за один день до конца света. Ни одного мусульманина не будет жить на этой земле в будущем. Куда они пойдут? Почему и как это может произойти? Всевышний Аллах оставит после себя на земле только самых нечестивых людей, поклонников сатаны. Аллах спасет мусульман, у которых в сердце есть убеждение и вера в Аллаха, иман. Поэтому вполне оправдано, что кто-то спасет от катастрофы вещи или людей, которых он любит, а не своих врагов или нежелательные вещи. Согласно книгам хадисов ислама, есть некоторые пророчества последнего пророка. Мухаммада салаллаху алихи уасаллем. Они указывают на то, что перед концом этого мира Аллах очистит этот мир от существования всех мусульман. Потому что Аллах не хочет наказывать своих преданных и верующих. Успокаивающий холодный ветер подует со стороны Сирии и достигнет всех частей света. Он найдет мусульманина, где бы он ни находился, и в следующий момент его души будут возвращены всемогущему Аллаху. Примечание. Книги хадисов – это записи в тексте высказываний и образа жизни последнего пророка Мухаммада салаллаху алихи уасаллем, записанные его сподвижниками по памяти и в письменном виде. Позже они были собраны и составлены набожными высшими учеными ислама. В исламе священный Коран – это последняя книга Аллаха для руководства всего человечества. Он идет первым, так как чистые слова всемогущего Аллаха, и Аллах запретил кому-либо изменять его. Затем идут священные книги хадисов для нашего руководства. Но подождите минутку, смерть всех мусульман произойдет только после того, как все люди на этой земле станут мусульманами некоторое время до этого великого события. Все люди во время правления Иисуса и Сабин Марьем алихи салям будут мусульманами. И это будет продолжаться до тех пор, пока Аллах не пожелает, чтобы было так. После Иисуса будет 12 халифов или исламских правителей, правящих всем миром, которые все будут из арабского клана курайшитов в Мекке. Пророк Мухаммад также принадлежал к тому же клану. Но после их исламского правления ситуация начнет поворачиваться к злым практикам, и сатана будет поощрять оставшихся людей совершать злые дела. К тому времени для оставшихся мусульман Аллах даст смерть, послав успокаивающий ветер со стороны Сирии. Пожалуйста, прочтите хадис, приведенный здесь. Придет ли Иса бин Марьем или Иисус алихи салям до 2034 года? Смотрите мое другое видео на этом канале. httpsutu.b и касая черта дефис ним 6 хаку. Фичур равно шарит. Итак, вы и ваши дети, внуки и родственники все станут мусульманами во время исламского правления или халифата Иисуса или Иса ибн Марьем алихи салям. Он придет как последователь последнего пророка Мухаммада саллиллаху алихи уасалям. Несмотря на то, что язычники римляне и джуиш люди пытались распять его, Аллах спас его без их ведома и послал ангелов, чтобы спасти и поднять его на второе небо. В течение двух тысяч лет он ждет повеления Аллаха покончить с несправедливостью и ложью и установить халифат или глобальное исламское правление, полезное для всего человечества, и спасти их всех. Аллах отправит его со второго неба в Сирию в мечеть с белым минолетом в восточной части города Дамаск, столицы Сирии. Он спустится на крышу этой мечети или масджида с помощью двух ангелов. Он присоединится там для асэр или пасли полуденной молитвы в общине и встретится с мировым имамом или исламским лидером, имамом Мухди алихи салям, и помолится с другими мусульманами, собравшимися там за имамом Мухди. Его миссия – вести войну против даджаля, антихриста, его последователей и их армии. Он покончит с ними и установит истинно исламское правление во всем мире. Он пригласит всех людей, включая христиан, стать мусульманами, а если нет, то сражаться против него. Но они последуют его приказу и присоединятся к исламу. Золотая эра для человечества после 2034 года. Это золотая эра для человечества, когда все люди будут жить в братских условиях, и Аллах благословит людей этой эры великими благословениями, даровав изобилие дождя и фруктов, зерна и т.д. Эти фрукты и зерна будут необычными и большими по размеру. Будет кругом барака для людей, потому что люди едины в своих убеждениях и религии ислама и поклонений только одному истинному Богу всемогущему Аллаху. Например, арбуза достаточно для большой группы людей. Детям не будут вредить ядовитые змеи и львы, и они смогут играть с ними. Потому что это идеальная эпоха ислама и система правосудия всемогущего Аллаха, установленная Иисусом, сыном Марьем Али-Хисалем. Аллах всемогущий сделает так, чтобы это произошло для всех нас. Последние мировые войны будут вестись во времена имама Мехди Али-Хисалема и Иисы бин Марьем Иисуса Али-Хисалем. Будет всего около трех-четырех войн и сражений. Никаких войн не будет, когда Аллах установит слэм во время их периода и после. К 2034 году все люди мира станут мусульманами, иншаллах. Во времена Исы или Иисуса люди будут больше поглощены делами религии ислама, посещая мечети и поклоняясь только Аллаху. Между людьми не будет распрей, зависти и вражды. Будет много еды, и люди не будут жадными. Все люди на земле будут мусульманами. Когда это произойдет, как и почему это произойдет? Я имею в виду, когда мусульман больше не будет на этой земле. Аллах заберет их души обратно к себе, дав смерть всем мусульманам посредством успокаивающего ветра со стороны Сирии. Анас сообщил, что посланник Аллаха сказал, воскрешение не произойдет, пока фраза «Аллах, Аллах» больше не будет произноситься на земле. Сахих Муслим 148а, внутрикнижный источник, книга 1, хадис 282. Анас также передал, что посланник Аллаха сказал, воскрешение не произойдет, пока кто-либо продолжает говорить «Аллах, Аллах». Сахих Муслим 148 миллиардов. Внутрикнижный источник, книга 1, хадис 283. Ибн Масуд добавил, «Я слышал, как посланник Аллаха сказал, что самые грешные люди будут живы, когда произойдет воскрешение». Источник, Сахих Аль-Бухари 7067. Внутрикнижный источник, книга 92, хадис 18. Это означает, что в мире будут жить только грешные люди. И на них всемогущий Аллах наведет смертельную кару дня воскресения. Абдуллаф Амар упомянул, что кто-то спросил его о хадисе относительно последнего часа. Он ответил, «Слава Аллаху, нет Бога, кроме Аллаха». Он решил больше ничего не рассказывать. Он только упомянул, что произойдет важное событие, в частности, сожжение Каабы, которое действительно произойдет. Он также сообщил, что посланник Аллаха сказал, «Даджаль появится в моей уме и останется носорог». Он не был уверен, будет ли это 40 дней, месяцев или лет. Затем Аллах пошлет Иисуса, сына Марии, который будет похож на урву Ибн Масуда. Иисус будет преследовать и убьет Даджаля. После этого люди будут жить семь лет без какой-либо ненависти между собой. Затем Аллах пошлет холодный ветер из Сирии, который приведет к смерти всех на земле, у кого есть хотя бы немного добра или веры, даже если они спрячутся в горах. Выживут только нечестивцы. Они будут действовать бездумно, как птицы, но с чертами животных. Они не будут распознавать добро или осуждать зло. Затем Сатана предстанет перед ними в человеческом облике и спросит, почему вы не отвечаете. Они ответят, что вы хотите, чтобы мы сделали. Он повелит им поклоняться идолам, но они все равно будут наслаждаться изобилием и жить в комфорте. Когда зазвучит труба, ее услышат лишь немногие. Первым услышит тот, кто занят починкой резервуара для воды для верблюдов. Они потеряют сознание, а вскоре и другие. Затем Аллах пошлет слабый дождь, и из него появятся тела людей. После этого зазвучит старая труба, и все встанут и оглянутся. Будет объявлено, а люди, идите к своему Господу и предстанут перед ним. Их спросят, и им скажут, возьмите группу для ада. На вопрос, сколько их, ответ будет 999 из каждой тысячи. Этот день будет настолько ужасающим, что сострят детей, и этот день называется «днем», когда будет обнажена голень. Ссылка на книгу хадисов, Сахих Муслим, 2940. Ссылка в книге, книга 54, хадис 142. Об этом числе 999 упоминается в хадисе, что это народ иджудш-маджудш или гок и магок. Так мусульман больше не будет через несколько лет Иисус или Иса бин Марьям алейхисалам покидает этот мир. Он женится, и в конце концов его смерть наступит. Он будет похоронен рядом с могилой последнего пророка Мухаммеда в помещениях Медины Масджид в городе Медина в сегодняшней Саудовской Аравии. Аллах не оставит ни одного мусульманина в живых в конце света, потому что он спасет их от ужасного наказания того дня конца света. После конца света Аллах воскресит всех людей, чтобы дать отчет об их жизненных поступках. Вы получите либо награду в виде небесного дома, либо наказание в виде горения в адском огне. Молитесь Аллаху, чтобы он спас нас от вечного наказания адским огнем в судный день и избрал нас для небесного дома. Амин. Пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь и подпишитесь на этот канал.